Лекции на Радио 1 Лекции на Радио 1 Сначала хочу вам сказать один интересный факт. Нам известно, что, скорее всего, создания, похожие на акул, появились на Земле примерно 430 миллионов лет назад. То есть задолго до первого динозавра. Динозавры-то всего лишь 230 миллионов лет назад где-то появились. И что же, акулы появились гораздо раньше и существуют до сих пор, и почти что не изменились. Значит, они идеально приспособлены к своей среде. И знаете, когда начинаешь рассматривать акулу и в деталях разглядывать ее строение, ты понимаешь, что это действительно воистину так. Но давайте же посмотрим, какие уникальные черты есть у акул, которые позволяют им быть самыми грозными. Которые позволяют им сидеть с царями в своем мире и вот сидать на вершине престола на протяжении сотен миллионов лет. Итак, во-первых, акула-стремительная убийца. Это правда. Некоторые акулы, например, акула-мака, может развивать скорость до 50, а по некоторым расчетам до 80 километров в час. То есть это действительно невероятная скорость. Ну, кстати, на всякий случай хочу вам сказать, что среди акул есть настоящие черепахи. Например, гренландская акула развивает скорость всего лишь 2,5 километра в час. Но все-таки давайте посмотрим, что же позволяет акулам плавать очень быстро. Медленно-то плавать это не так уж сложно. А вот что позволяет им держаться в воде и развивать огромную скорость? Во-первых, у акул скелет состоит из хрящей. Да, вы не ослышались. Действительно, скелет у них очень мягкий и по строению похож на мочку нашего уха или же на наш нос. Но, казалось бы, что же в этом хорошего-то? Скелет мягкий, значит его можно повредить легко. Знаете, когда ты живешь в воде, это на самом деле не так уж и важно. Тебе не нужна такая жесткая опора. И хрящевого скелета вполне достаточно. К тому же, зубы-то у акулы отнюдь не хрящевые. Вот они-то как раз состоят из очень твердого костного материала. Но что же получается? Благодаря хрящевому скелету акулы очень легкие. То есть они легкие и проворные. И поэтому могут развивать огромную скорость. Кроме хрящевого скелета, акулам позволяет держаться в воде их огромная печень с множеством жира. У других рыб есть так называемый плавательный пузырь. Это отросток кишечника, который действительно огромный, как пузырь. И позволяет им держаться в воде. А у акул позволяет в воде держаться эта огромная печень. Так что они могут прекрасно существовать в своей среде. Им не надо абсолютно тратить силы для того, чтобы всплывать. Они, по сути, могут держаться в воде, не прилагая никаких усилий. И все усилия могут тратить лишь на перемещение в пространстве. И на развитие огромной скорости. Кроме того, по развитию скорости акул способствует их форма. Ведь по форме они похожи на торпеду. Ну, если быть точнее, то торпеда по форме похожа на акулу. То есть она абсолютно обтекаема. И больше того, у акулы есть то, чего не снялось ни одной торпеде. Это ее чешуя. Ну, помимо того, что чешуя, как кольчуга, защищает тело акулы, она еще способствует развитию скорости. Она препятствует турбулентным потокам, которые могут развиться при большой скорости. Чешуя позволяет обтекать в воду вокруг акулы. И акула буквально пронзает водную среду, разрезая ее и развивая невероятную скорость, такую, какую без чешуи она бы развить никогда не могла. При этом, каждая чешуя акулы тоже устроена уникально. Каждая чешуйка больше всего похожа, знаете, на что? На наш зуб. Больше того, ученые считают, что, скорее всего, именно из чешуи-то и сформировались зубы как у акул, так вообще и у всех последующих созданий, в том числе у нас с вами. Так что можно сказать, что у нас полон рот чешуи. Кроме того, каждая чешуйка акулы содержит маленький шип. Но шип направлен назад. Поэтому, если вы будете гладить акулу, если вам придет такая в голову странная идея, то по чешуе вы почувствуете, что она абсолютно гладкая. А вот если вы будете гладить ее против чешуи, от хвоста к голове, то эти все чешуйки шипами вонзятся вам в руку. То есть вы будете буквально гладить наждачку. Кстати, действительно, по свойствам своим, чешуя акула похожа на наждачку. И больше того, ее на самом деле использовали с древних времен японцы для того, чтобы изготавливать васаби. Но продолжим исследование акул. Помимо чешуи, побимо скелета, у акулы есть зубы. И зубы акул тоже идеально приспособлены для охоты. Причем, мы себе представляем зуб акулы как такой треугольничек, зазубренный на конце, идеально приспособленный для разрезания своей жертвы. И знаете, наше представление так уж далеки от истины. Ведь действительно, у некоторых акул зубы именно такие. В том числе, у знаменитой большой белой акулы, которую мы себе в первую очередь и представляем, когда говорим об акулах. Потому что эти акулы приспособлены для поедания крупной добычи. И главная задача этих зубов – разрезать тело своей жертвы. И они для этого идеально приспособлены. Но не все акулы разрезают свою добычу. Не все поедают огромных животных, таких как, скажем, тюлени. Некоторые поедают рыбу. И у них зубы будут скорее похожи на иголочки. Для того, чтобы пронзать и вылавливать рыбу. А некоторые, между прочим, питаются планктоном. Ведь есть акулы, которые так же, как и киты, выцеживают мельчайших рачков из воды. И у них зубки будут крошечные. У них нету китового уса, чтобы выцеживать рачков. Поэтому вместо уса у них миллионы маленьких зубчиков по 5 миллиметров. Это китовые акулы, большеротые акулы. Ну и забыл сказать, есть еще акулы, которые обитают около дна и поедают всякие раковины. И поэтому у них зубы будут плоские для того, чтобы пережевывать ракушки. Так что каждый зуб приспособлен для своей пищи. Помимо зубов, помимо чешуи, у акул есть множество органов чувств, которые позволяют им чувствовать добычу на огромном расстоянии. Скажем, обоняние акул развито настолько, что одна ложка крови, растворенная в целом бассейне воды, будет сразу же акулой уловлена. То есть они буквально одну каплю крови могут почувствовать за несколько километров. Поэтому, если вы ранены, то не советую вам купаться в море рядом с акулами. Кроме того, у акул есть особые органы чувств. Ну, помимо банальной боковой линии, которая позволяет чувствовать колебания воды, которые есть у любой рыбы, у акулы есть особые электрические сенсоры. Они называются красивым словом капсулы Лоренцини. Благодаря этим капсулам акулы способны ощущать электрический ток, создаваемый жабрами и сердцем других организмов, на расстоянии нескольких десятков, а то и сотен метров. Кроме того, акулы обладают прекрасным зрением. Зрение акул в десятки раз сильнее человеческого. И самое главное, они гораздо лучше видят в темноте. Дело в том, что за сетчаткой акул внутри глаза располагается особая непроницаемая для света поверхность, которая прекрасно свет отражает. В результате свет проходит сквозь глаз акулы, на сетчатку попадает, акула что-то видит. Потом он проходит сквозь сетчатку, доходит до этой поверхности, отражается и снова попадает на сетчатку. Таким образом, акула улавливает в два раза больше лучей, чем любое другое существо. И она может видеть прекрасно свою жертву даже на огромном расстоянии. Кроме того, акулы могут защищать свои глаза. Нам известно, что практически все рыбы не моргают. Оно и неудивительно. Мы, собственно, моргаем для того, чтобы смачивать глаз. Если ты все время живешь в воде, это, в общем-то, и не нужно. Но некоторые акулы моргают. У них есть моргательная перепонка. Казалось бы, зачем? Для защиты глаза. Они закрывают этой перепонкой свой глаз, когда атакуют жертву, чтобы глаз случайно не повредить. Да, акулы поистину удивительны. Но я продолжу про акул чуть позже. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Итак, мы с вами продолжаем рассказ о грозных хищниках морей и океанов – акулах. У микрофона научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав Александрович. Мы с вами поговорили о том, какие у акул зубы, какая у них чешуя, какой у них скелет. Но еще мы с вами не обсудили, как акулы дышат. А вот с дыханием у акул есть некоторая проблема. У большинства костных рыб, которых мы знаем, есть жаберная крышка, которую они постоянно хлопают. Таким образом, они омывают свои жабры. Но вспомните акул. У них только небольшие дырочки, которые мы видим за глазом. Несколько жаберных щелей. Как же тогда может омывать вода эти жаберные щели? Ведь вода должна постоянно поступать и омывать жабры, чтобы кислород она могла употреблять из окружающей среды. Так вот, для того, чтобы акуле дышать, ей приходится приоткрывать рот и плыть вперед. В итоге в рот попадает вода, затем выходит эта вода через жабры и кислород поступает в кровь. Но вода должна поступать постоянно. А значит, акула должна все время плавать с приоткрытым ртом. Кроме того, действительно, все время плавать. Акула не может остановиться. Если акулу мы остановим, схватим ее за хвост, она задохнется. Как же тогда акула спит? На самом деле, это большой вопрос. Иногда мы видим, что акулы лежат над ней и отдыхают. Причем, как правило, они предпочитают это делать в местах, где довольно сильное течение, чтобы течение омывало жабры. Но чаще всего акула и этого не делает. Так что же, акулы вообще не спят. Это загадка. Возможно, что у акул мозг может отдыхать, пока она плавает. Например, у некоторых акул спинной мозг полностью контролирует их движение, и головной мозг в это время может отдыхать. Возможно, что у акул каждая полушария отдыхает отдельно. Так происходит у китов. Киты спят то левой, то правой половиной мозга. А вторая половина мозга должна все время бодрствовать. Возможно, так же живут и акулы. Что еще мы можем интересного узнать об акулах? На самом деле, про акулу можно узнать еще множество всего интересного. Например, как акула размножаются. Некоторые акулы откладывают яйца, а другие рожают живых детенышей. Причем, у некоторых развиты яйца живорождения. То есть яйцо действительно формируется внутри мамы, и затем уже вылупляется детеныш, и на свет уже появляется живым. То есть детеныш формируется внутри тела акул. А еще у акул развито настоящее живорождение. То есть у них развивается некое подобие плаценты, которое есть у млекопитающих. И действительно детеныши формируются внутри. Это действительно удивительно. Мы считаем, что рыба обычно откладывает икру, но акулы опровергают эту теорию. Это подсказывает нам о том, что действительно о рыбах мы знаем не так уж и много, и что рыбы устроены гораздо сложнее, чем может нам показаться. Кроме того, когда развиваются зародыши внутри акулы, иногда они начинают поедать друг друга. Например, у песчаной акулы развивается тысяча зародышей, а рождается только один. То есть зародыш внутри тела матери начинает поедать других. Вот уж воистину кровожадное создание. Еще не родилось, а уже поедает своих братьев и сестер. Вы, я думаю, догадались, что если некоторые акулы у нас живородящие, то у них будет внутреннее оплодотворение. То есть они не будут откладывать икру и потом не будет приплывать самец и ее как-то оплодотворять. А значит, если у них внутреннее оплодотворение, то у них и есть своеобразные брачные ритуалы. Вот, скажем, у акулы быка весьма своеобразный брачный ритуал. Самец подплывает сзади к самке и начинает покусывать ее за хвост, пока та, наконец, не соизволит перевернуться брюхом кверху. Причем наиболее упорные самки могут поплатиться за свое упрямство и в результате у них остается довольно серьезное увечие на хвосте. Теперь, когда мы уже узнали достаточно многое про строение акул, вернемся к самому главному мифу о том, что все акулы – это кровожадные хищники, которые только мечтают, что съесть на обед какого-нибудь человека. Ну, начнем с того, что на самом деле на протяжении года человек ест гораздо больше акульевого мяса, чем акула человеческого. То есть мы действительно употребляем мясо акул, и на самом деле мы для некоторых акул представляем куда большую опасность, чем акулу для нас. Как я уже упоминал, на самом деле большая часть акул вовсе не являются кровожадными убийцами, да многие их размеры на самом деле совсем небольшого. Но действительно есть акулы, которые способны нападать на человека. В первую очередь это акула бык, тигровая акула, ну и, конечно же, знаменитая белая акула. На самом деле они-то не стремятся съесть человека. Они, собственно говоря, едят животных, которые встречаются им гораздо чаще, таких как тюрени. Ну, конечно же, если какому-то человеку придет в голову приплыть к акуле, то акула может попытаться ему полакомиться. Но все-таки человек, животное довольно крупное, к тому же довольно медлительное, ну и, наверное, довольно вкусное. Самое главное, чем опасна акула для нырельщиков, это тем, что часто нырельщики и не подозревают, что акула находится рядом. Дело в том, что благодаря своей уникальной чешуе акулы плавают практически бесшумно. И многие из тех, кто встречались с акулами в воде, говорят, что они не подозревали о том, что к ним подкрадывается акула до последнего момента. При этом акула могла кружиться вокруг них на протяжении полутора часов. А они даже могли об этом и не подозревать. Еще акулы опасны тем, что часто они кусают людей просто из любопытства. Оказывается, акулы не настолько глупы, как мы могли бы подумать. И некоторые акулы действительно испытывают любопытство. Вот только проверить, какой это предмет, они могут, немножечко покусав его. Но если это какая-нибудь коряга, то это, конечно, не страшно. А если вас немножечко покусали для того, чтобы проверить, интересный вы объект или нет, то вам, скорее всего, это будет несколько неприятно. Ну и в завершении я бы вам хотел бы рассказать кратко об истории акул. Ведь, как я уже упоминал в начале нашей лекции, акулы развиваются на протяжении более чем 400 миллионов лет. И, конечно же, за всю историю мы знаем самых разных удивительных созданий, похожих на акул. Ну или же уже действительно настоящих акул. Собственно, самые древние создания, которые жили примерно 430 миллионов лет, это, скорее всего, именно акулообразные. То есть ученые видят небольшие отличия от настоящих акул и считают, что все-таки это еще не совсем акула. Хотя для любого обычного человека, глядя на этих созданий, никаких сомнений в том, что это акула не возникнет. Что же можно сказать про их внешний вид? На самом деле, самые древние создания, скорее всего, были не больше современных акул. То есть длиной 2 метра, 5 метров, 8 метров. Но при этом были у них довольно своеобразные части тела. Скажем, необычные выросты и шипы, которые были у них на теле. Или, скажем, необычная такая подкова вместо спинного плавника. Вот такую акулу даже прозвали акулогладильная доска. А у некоторых были зубы, закрученные в спирали. Например, геликоприон. Как выглядел геликоприон, мы до сих пор гадаем. Но дело в том, что, к сожалению, я уже упоминал, что у акул-то скелет хрящевой, и поэтому мы очень редко находим целые скелеты акул. Они очень редко окостеневают. Чаще всего мы находим лишь зубы. И так случилось и с геликоприоном. Мы нашли зубы, закрученные в спираль. Зубы на вид акулия. Но где эта спираль располагалась, как геликоприон ими жевал, непонятно. Лисуют самые разные картинки, чтобы изобразить геликоприона. И чаще всего геликоприон получается похожим на такую рыбу-циркулярную пилу. Но иногда, впрочем, эту спираль прячут внутрь пасти и считается, что геликоприон проглатывал добычу, а вот затем эта пища попадала на эту спираль и зубы уже разрезали ее. Возможно, эта спираль постепенно раскручивалась и зубы таким образом менялись. Кстати, стоит упомянуть, что у современных акул зубы сменяются похожим образом. Только спирали-то мы у них не видим. Нам кажется, что просто у них несколько рядов зубов. А на самом деле действительно у них огромное количество зубов, которые прячутся внутри челюсти и зубы конвейером постепенно сменяются. Таким образом, акулы на протяжении всей жизни, живут они иногда по 20-30 лет, могут оставаться зубастыми. Но вернемся к древним существам. Итак, мы с вами поговорили о созданиях, которые жили примерно 400-350 миллионов лет назад. Что же было дальше? Дальше долгое время существовали животные, которые действительно были уже похожи на акул. Ну, а самые настоящие акулы появились примерно 150 миллионов лет назад. При этом примерно 90 миллионов лет назад наступил настоящий расцвет акул. Некоторые даже называют это время век акул. Акулы были самые разнообразные. Они заняли практически все моря и океаны и были одними из самых грозных хищников того времени, деля разве что пространство с огромными плавающими ящерицами мозазаврами. Ну, а примерно 20 миллионов лет назад жил самый страшный хищник мегалодон. Акула, от которой нам известны только зубы. Но какие зубы? Зубы размером с нашу ладонь. Внешне эти зубы похожи на зубы белой акулы, поэтому считается, что скорее всего выглядел мегалодон так же, как и большая белая акула, но при этом был в несколько раз больше. Скорее всего в 3-4 раза больше, чем большая белая акула. То есть мог достигать длины в 15, а то и в 20 метров. Воистину это был один из самых крупных хищников, который плавал в морях и океанах. Наверняка эта акула могла бы проглотить целый корабль, но по техническим причинам с кораблями она никогда не встречалась. Ну что же, на этом нам придется покинуть древние моря, да и современные тоже, и расстаться с этими замечательными зубастиками. Наша лекция подходит к концу. Если вам хочется посмотреть на разных древних акул, то я вам советую заглянуть в видеоблог Дарвиновского музея. У нас есть как раз ролик о древних акулах. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. У микрофона был научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Попов Ярослав. До скорых встреч! Лекции на Радио 1 Всеобласти Человеческого Знания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин